Так, ну что, давайте, значит, мы на прошлом занятии закончили главу 10-ю. Почему? 11-ю? Нет. Мы закончили главу 10-ю, теорию основного и оборотного капитала, где физиократы и СМИТ. А здесь мы решили так, для самостоятельного обучения оставить главу 11-ю, теорию основного и оборотного капитала Рикарда. Мы ее решили для этого, для самостоятельного обучения оставить. Но вот я все-таки здесь вот буквально несколько слов под конец. То, что Маркс говорит. Ну а так, товарищи, пускай сами читают. Итак, путаница, ведущая свое происхождение от Смита, привела к следующим результатам. Первое. Различие между основным и оборотным капиталом смешивается с различием между производительным капиталом и товарным капиталом. Так, например, одна и та же машина есть оборотный капитал, если она в качестве товара находится на рынке, и основной капитал, если она включена в процесс производства. Поэтому остается совершенно непонятным, почему какой-то определенный вид капитала должен быть в большей степени основным или в большей степени оборотным, чем другой вид капитала. Во-вторых, весь оборотный капитал отождествляется с капиталом, который затрачен или должен быть затрачен на заработную плату. То есть происходит смешение понятия оборотного и переменного капиталов, хотя мы разбирали что это не так совершенно. И третье. Различие между переменным и постоянным капиталом, которое Бартон, Рикардо и другие смешивают с различием между оборотным и остальным капиталом, оборотным основным капиталом, в конце концов, целиком сводится к этому последнему. Так, например, у Рамсея, в котором все средства производства селье и т.д. точно так же, как и средства труда, являются основным капиталом. И только капитал, затраченный на заработную плату, есть оборотный капитал. Но так как сведения совершаются именно в этой форме, то действительно, различие между постоянным и переменным капиталом остается непонятным. Ну и последнее, четвертое. У английских, в особенности у шатранских экономистов новейшего времени, а именно у Маклиода, Паттерсона и других, которые все рассматривают с невероятно ограниченной точки зрения банкистского приказчика, различие между основным и оборотным капиталом превращается в формальное различие между денежными вкрадами, получаемыми обратно без предварительного уведомления, и денежными вкрадами, выдаваемыми лишь после предварительного уведомления. Вот это я не понял, откровенно говоря, но это, я думаю, в нынешних условиях и несущественно. Вот это одиннадцатая игровая, мы ее коротко пробежали. Сергей Алексеевич, есть что-нибудь добавить у вас? Угу, да. Давайте. Ну я потоптался тут и по Смиту, по Рикардо, по этим, по одиннадцатым и десятая глава. Ну тут как бы да, тут страниц много, но смысл тут один. Они тут путают все в кучу, вот он тут и пишет Марс, и то, и другое, он сваливает в острую кучу. Короче, они путают постоянные, переменные, оборотные, основные, туда-сюда они мечутся, причем оба. И эта штука, она скрывает весь процесс этого движения, этого капиталистического произведения. Ну тут как бы вот так вот оно все. Все оно напутано у них. Где-то правильно он там говорит, допустим, он там в чем-то прав Смит, потом опять путается, и Рикардо так же. Вот. Виктор Иванович, вот это, наверное, может быть от того, что вот эти Смит, Рикардо, Рамсе и прочие ранние, вот эти экономисты Дамаксовы, они не в парне понимали суть прибавочной стоимости. Конечно. И коль так, то они вот здесь в одну кучу, это все, и у них не было понимания. Вот само-то понятие переменный капитал, это капитал, который наращивается благодаря свойству рабочей сиры, товара рабочей сиры, производить стоимость большую, нежели идет на него, саму на эту рабочую сиру. Совершенно правильно, они не дошли до этого. Это заслуга Маркса. И тут вот еще, тут Александр Евгеньевич на Смита бочку катил в прошлый раз, мол, путает, работает как буржуазным этим, короче говоря, экономистом. Ну, я глянул тут, ну, у него тут Смит, 1723 год рождения и смерть 1790. Ну, во-первых, это было очень задолго до Маркса. И, что характерно, ну, Егеля не было еще, у него не было этой системы Егелевской все это изучать. Тут, как бы, он по-другому, наверное, не мог-то все это разобраться в этом деле. Это, конечно, не упрек, в общем-то, ему. Ну, да, я почему, что тут он, как бы, а Викардо тоже тут 772-й, 823-й. Ну, тут я покопался, ну, отметил, написал, крутой чувак он был, он там что-то разбогател, такое он там, как бы своенравный, как я понял, он такой был. Отец там вот что-то там наследство лишил, такой, ну, он такой был, сам по себе, походу. Ну, то они, как, они не могли разобраться, у них не было ни диалектики, ничего такого в этом плане. Я думаю, так. В свое время, вот мы, когда первый том изучали, там вот Марс писал про Аристотеля, что вот Аристотель, он вот при всех своих способностях, он не смог овладеть понятием стоимость, в полной мере, потому что вот в те времена овладения невозможно было себе представить, как у человека, невозможно было себе представить, что у человека можно что-то взять, только в том случае, если ты ему что-то дашь взамен. То есть, вот это вот, там привыкли, что рабы работали, поэтому он вот и не мог понять о стоимости этим понятием обладать в парне. Так, ну что? Ну, а так, если все резюмировать, тут какой надо вывод? Основной и оборотный, вот, тема тут одна, вопрос. И чем их развлечить? Что нельзя смешивать понятие основной и оборотный и постоянный переменный капитал. Это совершенно разные критерии их оценки, и вот это надо, а товарищи путались, вот это вот графная... И основной и оборотный это только производительный, он может быть. Да, десятый, да, десятый, вот основная идея, десятый, одиннадцатый граф, это тоже, да. Ну что, поехали к графе двенадцатый, рабочее время? Да, поехали. Рабочий период, врум, рабочий период. Что у нас рабочий период? Значит, у меня предложение, как вспомним Гегеля, Георгия Вильгельма Фридриха, движение вперед есть, что такое? Шаг назад. Нет, чтобы двинуться вперед, надо немного отойти назад. То есть, вот, последующие три главы, они, как бы, взаимосвязаны, идут одна за другой. То есть, рассматривается рабочий период, затем время производства, затем время обращения. Обращение, да. Так вот, чтобы рассмотреть рабочий период, надо вспомнить, что такое рабочий день. И дальше все пойдет у нас достаточно легко. А вот, по-моему, как раз рабочий период с рабочим днем, они что, как-то связаны? Рабочий период? Это не прямая связь, там и определение дается. Рабочий период, я забегаю вперед, это система взаимосвязанных рабочих дней. А, вот так. Я так понял, что рабочий период это период времени, необходимый для производства товара, либо партии товара. Нет, это не так. Здесь с рабочим днем мы должны связываться. То есть, рабочий период... Чтобы понять, что такое рабочий день, мы должны вспомнить, наверное, давайте еще погрузимся туда поглубже, что такое труд. То есть, рабочий день. Это день, в течение которого рабочий трудится. Да. Что такое труд? Целесообразная деятельность. Целесообразная деятельность, в процессе которой человек, в данном случае, рабочий при помощи средств производства, видоизменяет, предметы природы, предмет труда. Соответственно, целями, задачами человечества. Это вы, Иван Михайлович, говорили о производственном акте сейчас. Давайте закончим. Так вот, совсем по-простому. То время, в течение которого рабочий, при помощи средств производства, вносит какие-то изменения, видоизменяет, предметы труда, это и есть рабочий день. Ну, это понятно. и он имеет определенные ограничения временные. Скажем, Марс, сегодня-то 8 часов у нас, на Марс он приводит примеры 10 часов. это рабочий день. Соответственно, труд рабочего является производительным, а в условиях товарного производства, в течение рабочего дня, какие процессы происходят? что товар — это потребительная стоимость. Правильно? С одной стороны. С другой стороны — стоимость. Рабочий и труд рабочего является в условиях товарного производства имеет двойственный характер. С одной стороны — конкретный труд, с другой стороны — абстрактный труд. Так вот, в течении рабочего дня рабочий своим конкретным трудом переносит стоимость потребленных средств производства на готовый продукт. абстрактным трудом создает новую стоимость. А новая стоимость это что такое? На что раскладывается? На два элемента. На эквивалент стоимости рабочей силы или заработная плата. И прибавочная стоимость, которая безвозмездно присваивается капиталисту. Ну вот, пожалуй, все, рабочий день. И мы можем пойти дальше. Почему? Что подвигло Марс идти дальше и перейти, и его привело к такому понятию или определению, как рабочий период? Ну вот это вот, я вот как-то здесь вот этого не усмотрел, привязка к рабочему дню, потому что здесь, конечно, важно, что если мы сравниваем разные отрасли, чтобы в них был одинаковый рабочий день для адекватного сравнения. Но вот это, чему посвящена эта грава, как я понимаю, к тому, что для производства различных товаров в различных отраслях требуется различное время, ну или вот, как вы сказали, различное число рабочих дней для того, чтобы создать товар, либо партию товара, которую можно пускать в обращение. Да, совершенно правильно. Ну и что из этого следует? Марс приводит два примера, очень простых. Да. Производство пряжи, и производство паровоза. То есть вот это производство пряжи идет постоянно. И в конце рабочего дня получается достаточно много готового продукта, готового товара. А в конце рабочего дня при производстве паровоза, готового продукта в виде паровоза еще нет. И предположим, это нужно три месяца, полгода, или какое-то иное, достаточно длительное количество рабочих дней. И вот из этого следует понять рабочий период. Ну буквально на следующей там странице, на третьей странице этой главы Марс приводит определение. Цитата у меня есть. Такой рабочий день, образованный из ряда последовательных, более или менее многочисленных, и связанных между собой рабочих дней, то есть их много, я называю рабочим периодом. Совершенно верно. Если же мы говорим напротив о рабочем периоде, то это означает определенное число связанных между собой рабочих дней, необходимых в определенной отрасли производства для получения готового продукта. Ну то есть то, о чем мы пишем. Ну то есть для пряжи это может день за день управиться, управиться. Или за полдня. Ну да. Или за неделю. Макс писала неделя применительных пряжей. За неделю. Ну сейчас вырос на производитель труда, Иван Михайлович. Сейчас за полдня они делают. Сейчас и партию. Давайте возьмем другой пример, производство гвоздей. Тянется проволока, которую рубят, затачивают и так далее. Там он и зачат. Ну что получается? Еще раз повторим. Здесь два критерия. Рабочий период. Это совокупность или группа взаимосвязанных рабочих дней. И на конце этого рабочего периода что должно получиться? Готовый продукт. Готовый продукт, вот он критерий. Есть готовый продукт, вот он рабочий период. Если для пряжи, скажем, неделя, для паровоза во времена марта три месяца, то сейчас, чтобы сделать корабль, сколько нужно? Год, полтора, два, то и больше. Если адмират, кузнецов, то и до бесконечности. То и до бесконечности, да. А может, если до бесконечности, то это, если продукт у нас не будет готовый, то это рабочий период бесцельно, бездарно. Это вообще забава для. Это и не труд, это забава для. Да, это никакой не труд. Это бесполезное занятие. То есть, получается, мы имеем два понятия. То есть, рабочий день и готовый продукт. Да. Если короче. Да. Как иногда требуют. Что такое рабочий период? Совокупность или определенное количество рабочих дней? Связанных. Связанных, да. А связанных чем они? Что на конце, в самом конце получается готовый продукт, готовый товар. И дальше Марс у нас уже разбирает это определение и приводит массу примеров, массу нюансов, тонкостей, связанных с отдельными сферами производства. Виктор Иванович, мне вот тут непонятно было, вопросом пометил себе, по поводу капитала уже не идет, дальше идет. Итак, во-первых, имеет место разница во времени обратного притока одного и того же количества затраченного капитала. Но это понятно. Тут он по частям, а там сразу весит. Во-вторых, в течение трех месяцев на бродильной фабрике и на машиностроительном заводе, ну о чем упоминаем, применены равновеликие производительные капиталы. Но величина затраченного капитала для фабриканта-преддельщика и для фабриканта машин совершенно различна. Да, значит, давайте разбирать вот это определение. Два примера возьмем. Вот пряжа и производство, скажем, травы. Предположим, капиталы одинаковы были вложены. Ну да. Вот капитал, который вкладывается, он называется авансированный капитал. То есть и в том, и в другом случае капиталист авансировал постоянный капитал в виде станков, оборудования, зданий и так далее. И переменный капитал, который идет на заработную плату. Или можно уже, если мы находимся во втором томе, на основной капитал и оборотный капитал. Основной капитал это такие серьезные средства производства, станки и оборудование. И оборотный капитал. Это предметы топлива, электроэнергии и заработная плата. И там, и там одинаковы. Но что происходит? Прошла неделя. У капиталиста, который занят организацией выпуска пряжи, получился готовый продукт. Он пошел и продал его. И получил обратно уже денежный капитал. И на эти деньги он может купить снова необходимые оборотные средства и выплатить заработную плату. Нанять рабочих. Да, да, да. А капиталист, который производит паровоз, у него готового продукта нет. А оборотные средства нужны? Нужны. Откуда их брать? Вот оно появляется разница. Вот только в чем разница в первом и во втором случае. Только в этом. И поэтому размер капитала, который нужен для производства паровоза, он получается больше. И получается, что пока у тебя маленький капитал, тебе за производство паровоза нечего и браться. Совершенно верно. И Марс там дальше раскручивает процесс развития капитализма и делает два важных вывода. Но я забегаю немного вперед, буквально через 2-3 страницы. Что по мере концентрации и централизации производства капиталов в условиях капитализма, то есть два фактора появляются, которые лавлют и способствуют созданию крупных производств. Первое – это сила государства, и второе – кредит. Вот я нашел, нашел, что я недосмотрел. Что капиталы эти в одинаковой пропорции, а я считал в абсолютном, делятся на постоянные перемены, а также на основном, то есть пропорции у них одинаковые. Возможно, да. Что рабочие дни имеют. Ну, короче, при прочих равных данных, как он тут сейчас, пропорции, вот что, да. Тогда понятно, да. А я голову ломаю, думаю, ну, если тот миллион вложил, и тот миллион вложил. А тут получается тогда, грубо говоря, не миллион, а брать полмиллиона и миллион. Да, и вот по поводу вот этого крупнения капитала, кредита, вмешательства государства, то тут Марс в строительной отрасли интересный пример приводит, что когда-то дома все строились только под заказ. И заказчик, он авансировал, скажем, этаж построили, он заплатил, платит за следующий этаж. Еще этаж построили, он платит за следующий этаж и так далее. Потом принимал дом. Но какая-то часть домов, вот капиталистам, этим строителям, она строилась, как Марс пишет, со спекулятивными целями. То есть построить дом, потом его продать. И в основном капиталисты этим занимались для того, чтобы, как некий аккумулятор, для того, чтобы там держать рабочих, чтобы не разбредались лишние рабочие, как у Маркса написано. А вот потом уже наоборот. Стали капиталисты застраивать, для кредита. Развитие кредитной системы привело к тому, что капиталисты стали брать кредиты большие, застраивать площади домами. И, соответственно, уже потом продавать готовые дома. Это староосновным видом этой деятельности. Возвращаясь к вопросу Сергея Алексеевича, даже независимо от размеров капитала, от пропорций, на которые распадается основной оборотный, хотя это, безусловно, важно, само логическое рассуждение. Если у одного капиталиста готовый продукт, готовый товар получается в более короткий срок, чем у того, у которого требуется длительный рабочий период, то он в любом случае получит обратно какие-то денежные средства, которые может использовать на новый процесс производства, на оборотный капитал. Ну да, попроще. Далее, значит, вот Макс пишет, а вот как уменьшать этот рабочий период? Условия, способствующие увеличению продукта за каждый отдельный рабочий день, то есть условия, способствующие повышению производительности труда, кооперация, разделение труда и применение машин. Но это вот еще мы с первого тома об этом помним. И вот это применение машин, оно связано с увеличенной затратой основного капитала. То есть для любителей выпускать продукцию с большим рабочим периодом, актуальным является также увеличение основного капитала, более актуальным, нежели для тех, кто производит продукцию с малым рабочим периодом, для того, чтобы в обозримые сроки заканчивать свою работу и, соответственно, возвращать авансированные средства. Короче говоря, ледокол не построишь в ларьке. Следовательно, зависит от того, каких размеров уже достигла концентрация капитала. Ну, поскольку кредит способствует концентрации капитала в одних руках, ускоряется повышая ее, постольку он способствует сокращению рабочего периода, а следовательно и времени оборота. Но, с другой стороны, большой кредит дадут только лишь большой фирме, опять же. Нам с вами большого кредита, ледокол построить никто не даст. Так что это вот тоже здесь. Это все ведет к увеличению основного капитала. Ну и далее тут Макс пишет, что в ряде случаев тут невозможно этот период сократить путем повышения производительства труда. Скажем, он приводит сельскохозяйственные всякие там вещи, что вот зерно, оно больше, чем один раз в год не вызреет, там и скот взрослеет. Но, с другой стороны, он же тут приводит примеры, как там овец, вывели породу овец, у которых почти нет скелета, никакого, одно мясо. И они торстеют не за 3-4 месяца, а за 1-2 месяца. Из-за естественных причин его не сократишь. Так получается. Хотя изобретательности так называемых предпринимателей предела нет. И примеров здесь тысяча. Ну, в школе сельскохозяйства взяли. Ну, вы знаете, вино, хорошее вино, коньяк, он долго созревать должен в дубовых бочках. Годами. Выдержка его. А можно это ускорить процесс. Взять и прогнать через дубовые опилки это дело. И вывести на рынок. Виктор Иванович, касаемо коньяка, это хорошо, если еще будет дистиллят спирт, ну, коньячный. А также рептификат, порошок и краска, и вперед. Вот тебе и есть. Додумались еще больше. Да. Вот, возвращаясь к выводу Марса в отношении того, что есть что-то крупных капиталов, когда нужно что-то серьезное сделать, то размеры капитала важны, они крупные. И второе, то есть помощь государства нужна, и второй кредит. Ну, давайте на сегодняшнюю жизнь посмотрим, скажем, российскую. Много вы приведете примеров капиталистов, которые начали и довели до конца какое-то крупное дело у нас в стране. Вот с нуля, в голом поле построили какой-то современный завод. Ну, вот что-то маловато примеров. Разве что на остатках какой-то советской промышленности. единичные. В основном-то занимаются чем? Тем, что быстро приносит прибыль. Это пресса торговля. Вот купил, продал, причем можно и не видеть, и не трогать этот товар, который перепродаешь. Все можно по бумагам, да, сидя за компьютером. Совсем другой реальной производства. Вот масса примеров для того, чтобы хоть как-то поддержать необходимое производство, крупное, в частности, строительство жилищное, там, заводы с нуля, буржуазная власть все-таки иногда помогает. В чем дело? Делает инфраструктуру так называемую. Когда чистое поле за счет государственного бюджета общих капиталистических денег подводят необходимые коммуникации. Электричество, вода и прочее, прочее, прочее. И потом уже строится завод или строится жилье. Но в отношении кредита это совершенно понятно. Без кредита сейчас нельзя. встретилась мне первый раз, по-моему, капитан, мелкий хозяйчик. Слово сочетание. Это он напишет, описывает, вот это, Иван Михайлович упоминал, при выращивании скота. И теперь же, когда этим мелким хозяйчикам рекомендуют выкармливать телят, они отмечают, что мы хорошо знаем, что выкармливаем молоком окупилось бы, но, во-первых, для этого мы должны были бы потратить на лишние деньги, а мы этого не можем сделать, а, во-вторых, нам бы пришлось долго ждать, пока снова выручим эти деньги, тогда как при молочном хозяйстве мы получаем их немедленно. Короче говоря, потребительность таймосная вот эта составляющая ломается вся, полезность. Здесь вот что, что в погоне за, не имея возможности вот вкрадывать капитал, да, в этих телят, они вместо того, чтобы этих телят откормить и нормально продать с большой массой, они их продают совсем маленькими, чтобы не тратить на них марако там и так далее. Это вот, это им убыточно, потому что так они получили бы большую прибыль, но у них нет возможности вот это раскрутить. То есть, вот это вот яркий пример, да, совершенно, верно. А я с этим сталкиваюсь сейчас даже, вот как зерно подорожало по свинине, у нас же, что край такой, много свинины в подводе, они сдают такими подсвинками, то есть, кормить невозможно все, и они ликвидируют со двора. Ну и в основном они в убытки попадают, то есть, это он поросят купил, зерна, скажем, третью часть купил, понадеявшись, что будет урожай хороший, он это вложил, там, труд свой вложил, ну и так далее, и тому подобное, а потом вот таким его продают, он, ну, задарма, короче, там не мясо, там ничего нету, ну, потому что с ним больше ничего нельзя сделать, потому что зерно космические цены на него, вот и все, это часто и густо сейчас бывает, то есть, это не... Кредит проценты не позволяет, да, так? Кредит проценты не позволяют высокие взять, кредит почему не берет? Кредит, дело в том, что нет, это не такое производство, Иван Михайлович, это вот о мелких хозяйчиках идет речь. О мелких хозяйчиках тоже сможет быть. Они и без этого хорошо закредитованы, не переживайте, люди, вот это в этом деле. Ну, вот это часто вообще, ну, то есть, это такое, ну, перевод труда, средств, это, ну, не то, что прям сильно, но довольно-таки встречаются. Плана нету, ну и все. Ну, вот здесь под конец Макс такую оптимистичную фразу применяют, что применение новых станков может абсолютно сократить рабочий период, необходимый для изготовления одного паровоза. Так что, надо обновлять производство и сокращать рабочий период, и будет вам счастье. по 12-й статье мы все, по 12-й граве мы все? Да, в принципе. Будем на следующую перескакивать? Ну, вообще логично, потому что мы рассмотрели, точнее, вспомнили, что такое рабочий день, из него вывели как совокупность взаимосвязанных и взаимовязанных рабочих дней рабочий период, а из рабочего периода вырастает время производства. Надо хотя бы понять, что это такое, мы можем закончить, а на следующей неделе обсудить нюансы времени производства и закончить время обращения. Так, а тут в одном абзаце все скажено. Совершенно верно. Давайте, зачитайте тогда. Рабочее время есть всегда время производства, то есть время, в течение которого капитал связан в сфере производства. Напротив, не всякое время, в течение которого капитал находится в процессе производства, уже в силу этого необходимо является рабочим временем. Ну и пошло исследование этого дальше. Всякое рабочее время это время производства обязательно, но время производства это не обязательно рабочее время. Это и время, когда там фабрики стоят ночью, если ночью на них ночных смен нет, не работают. Нет, 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 не так это ли? Нет, он это отметается. Это непростой. Значит, время производства состоит из рабочего периода, я огрублённым буду по-простому, когда рабочий стоит за станком и вытачивает деталь. Это рабочий период, часть времени производства. А другая часть времени производства, когда идёт продолжение, то есть процесс производства продолжается, но без участия рабочих, продолжается. Эти примеры мы можем взять из любой практически отрасли. Самое яркое, это, конечно, сельское хозяйство. Посадили картошку, ну и вот она растёт. Пришли, выкопали. В лесном хозяйстве, пожалуйста. Посадили лес, лет через 50 приходите, обрубайте. Но мы можем взять промышленность. Самый простой пример, это завод железобетонных изделий. Вот рабочие потрудились, залили формы раствором. А дальше что? А нужно подождать какое-то время, пока он не схватится, не застынет. После этого прийти и дальше продолжать работать. То есть время производства состоит из двух частей. Рабочий период и часть, скажем, производственного процесса, в котором непосредственно рабочие не участвуют. Вот мы можем сейчас закончить, я предлагаю, у нас уже осталось две минуты. И затем, если есть необходимость, через две недели пообсуждать время производства и закончить временем обращения. И в целом этот раздел. Ну, сложного тут ничего такого особо нету. Совершенно нет. Здесь вот нужно понять эти определения и все достаточно. Продолжение следует...